Добрый день! Меня зовут Роман Юрьевич Болдырев. Я кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Тема моего сегодняшнего выступления «Архангельский север в эпоху просвещенного абсолютизма». Эпохой просвещенного абсолютизма принято называть эпоху правления императрицы Екатерины II. Мы узнаем с вами, какие новые черты появились жизни Архангельского Севера во второй половине XVIII века. Мы осветим с вами вопросы начала политики просвещенного абсолютизма на Севере, как именно проводилась губернская реформа в нашем крае, как развивалось сельское хозяйство во второй половине XVIII века, как развивалась мануфактурная промышленность, внешняя и внутренняя торговля. В 1764 году в рамках целого пакета реформ была проведена секуляризация церковных земель. В чем возникла необходимость проведения этой реформы? В 1700 году Петр I взял под контроль все монастырские и церковные вотчины. Отныне русская православная церковь утратила контроль над всеми доходами, которые до этого она получала от своей недвижимой собственности, а также от движимого имущества. Я имею в виду в первую очередь огромное количество монастырских и церковных крестьян. Кроме того, царь запретил постригать в монахии лиц моложе 30 лет. А крестьянам для того, чтобы постричься в монахе, дополнительно требовалось еще и получить отпускное письмо от своей собственной волости. Эта мера была направлена на борьбу с уклонистами от рекрутской повинности. Обратите внимание, лица моложе 30 лет в первую очередь призывались на военную службу, они должны были нести рекрутскую повинность. И раньше можно было для того, чтобы не идти в армию, постричься в монахе. Теперь делать этого было нельзя. А крестьяне несли основную налоговую нагрузку, они будут платить подушную подать, и в результате ухода в монастырь налоговое бремя на остальных членов волости, остальных членов крестьянской общины значительно возрастало. Именно для этого и требовалось согласие, отпускное письмо от крестьянской общины. В результате к началу 1740-х годов число северных монастырей сократилось до 111, а число монахов в них составляло в среднем от 3 до 10 человек. Братья стремительно старело, потому что был утрачен новый импульс к притоку монашенствующих, ведь на севере, традиционном крестьянском крае, именно за счет крестьян, постригающихся в монахе, и шло основное пополнение монастырей. Теперь этот источник пополнения числа монахов практически полностью иссяк. В результате проведения реформы число монастырей на севере было радикально сокращено. Так в Архангельской епархии уцелело всего 9 монастырей из ранее имевшихся 24. При этом в штате было оставлено вообще всего 3 монастыря, остальные 6 были заштатными монастырями, то есть не получающими финансирования из государственного бюджета. В Вологодской епархии уцелело 17 монастырей из 44. Проживавших в монастырях ранее монахов перераспределили между остающимися монастырями по 12-33 монаха в каждом монастыре. Все церковные вотчины были окончательно конфискованы, а проживавшие в них крестьяне переводились в категорию так называемых экономических крестьян, подчиненных сначала коллегиям экономии, а затем губернским казенным палатам. Подушная подать с них была увеличена до полутора рублей, но теперь полностью шла в государственный бюджет, и только часть средств оттуда передавалась в последующем на содержание монастырей. Вот в этом и главное отличие штатного монастыря от заштатного. Штатный монастырь в зависимости от своей категории получал ежегодное содержание пропорционально числу монашествующих. Заштатный монастырь должен был добывать средства к существованию самостоятельно. Следующая очень важная реформа, которая также затронула наш край, это генеральное межевание. Оно началось в нашей стране в 1765 году в соответствии с манифестом императрицы Екатерины II. Осуществлявшим эту реформу землемером, необходимо было составить планы земельных участков, подготовить экономические примечания к этим планам, включающие в себя сведения обо всех землях, о занятиях местного населения, а также составить специальные межевые книги. Это описание границ земельных участков. В чем был смысл проводимой реформы? Речь шла, во-первых, об установлении точных имущественных прав на все земельные участки, а это позволило бы зафиксировать их на местности в целях налогообложения. Это дало бы возможность представления обо всех занятиях местного населения и источниках их доходов. Это также необходимо было в целях налогообложения. Ну и губернатор каждой губернии на территории России должен был бы получить точное представление об экономике веренного ему края. Однако проведение межевания очень серьезно замедлилось. Оно тормозилось не только нехваткой квалифицированных кадров, но также и многочисленными спорами между землевладельцами. В итоге на севере России к 1796 году удалось провести межевание только на территории Вологодской и Олонницкой губерний, в том числе в Каргопольском, Устюжском, Сольвачегодском уезде, частично в Вельском уезде, Устьянских властях и Яринском уезде. На территории же собственно Архангельской губернии к межеванию земель в 18 веке даже не приступили. В 1767 году было объявлено о созыве в Москве уложенной комиссии, необходимой для составления нового свода государственных законов. Дело в том, что последний раз российское законодательство кодифицировалось в 1649 году в форме соборного уложения. За прошедшие сто с лишним лет после этого события количество законов умножилось на территории страны. Имелось огромное количество указов, изменяющих, отменяющих или вводящих вновь те или иные правовые нормы. Разобраться во всех этих нововведениях не мог ни один даже самый искушенный юрист. Поэтому новой уложенной комиссии, которую предстояло созвать в Москве, нужно было разработать новый свод законов Российской империи. Губернатор Архангелогородской губернии Егор Андреевич Головцин решил допустить к выборам в уложенную комиссию не только государственных, но также всех экономических, дворцовых и приписных крестьян, а также и половников. В результате, в отличие от других регионов России, у нас на севере, депутаты представляли абсолютное большинство населения. Сами выборы крестьянских депутатов были устроены трехступенчатыми. Сначала избирались поверенные, то есть представители от отдельных властей и станов. Затем эти поверенные съезжались в центр уезда, и там они из своей среды выбирали уездных поверенным, которым вручали челобитья, то есть своеобразные наказы со стороны избирателей. Уездные поверенные должны были собраться в губернском центре, в данном случае в Архангельске, где они в итоге выбирали крестьянского депутата от всей Архангелогородской провинции. В результате, в работе уложенной комиссии приняло участие сразу пять депутатов от государственных крестьян северных провинций, три из которых представляли территорию, ныне входящую в состав Архангельской области. Это были Василий Белкин, он представлял Каргопольский уезд, Василий Ключерев, он представлял Черевковскую волость Великоустюжского уезда, и Иван Чупров, он представлял Пустозерский уезд. Еще два депутата, Зиновий Ордеев и Воембой Пургин, являлись представителями ненецких родов, которые также были направлены для работы в уложенную комиссию. Все требования, содержавшиеся в крестьянских наказах, которые везли с собой избранные депутаты от северных губерний, можно разделить на две группы. Первую группу составляли предложения по вопросам землевладения и землепользования. Так крестьяне предлагали ограничить дальнейшее увеличение землевладения купцов и посадских жителей на сельских территориях, исключить из налогообложения земли, утраченные в результате половодья. Они предлагали дать государственным крестьянам право на свободную куплю-продажу принадлежавшей им земли. Вторую группу составляли уже социально-экономические требования. Дать крестьянам право свободной торговли в городах, разрешить им записываться в купечество и создавать общество с собственным капиталом. Они предлагали увеличить сроки действия паспортов для крестьян, которые дали бы им право жить и работать в городах. Мы уже говорили с вами в прошлом лекции о том, что каждому крестьянину, покидающему территорию постоянного проживания, требовалось иметь плакатный паспорт, срок действия которого был ограничен одним или тремя годами. Так вот, крестьянские делегаты предлагали увеличить срок действия подобного паспорта. Все эти требования встретили ожесточенное сопротивление со стороны архангельских и холмогорских купцов, которые имели собственных представителей выложенной комиссии. Дело в том, что купцы видели в крестьянах своих конкурентах. Особо следует отметить требования, которые выдвинули крестьянские депутаты о замене подушной подати подоходным налогом. Главная разница заключалась в том, что размер подушной подати был единым для всех жителей нашей страны, а подоходный налог должен был зависеть от размеров получаемого дохода. Как мы знаем с вами из истории Отечества, работа уложенной комиссии закончилась формально безрезультатно. Единственное решение, которое так и смогла принять комиссия на своих заседаниях многочисленных, это преподнесение Екатерине Второй в первый день работы уложенной комиссии титулов Великой императрицы и Матери Отечества. Больше никаких законодательных актов по итогам работы уложенной комиссии составлено так и не было. Но все-таки все составленные депутатами наказы и в первую очередь наказы северных крестьян были в последующие годы тщательно изучены и потом уже легли в основу многих последующих указов правительства Екатерины Второй, Павла Первого и даже Александра Первого. То есть мы можем с вами сказать, что в определенном смысле эти предложения, вносимые северным крестьянством и даже купечеством, они опередили свое время. До нашего времени сохранилась биография одного из выдающихся деятелей уложенной комиссии Екатерины Второй. Это Иван Андреевич Чупров. Годы жизни 1762 и где-то до 1784 года. К сожалению, он умрет в полной безвестности и даже точная дата смерти Ивана Андреевича останется неизвестной. По происхождению крестьянин. Он был депутатом уложенной комиссии от государственных крестьян не только Пустозерского уезда, но всей Архангелогородской провинции. Родился он в зажиточной старообрядческой семье в Усть-Целемской слободке Пустозерского уезда. Был грамотным. В выложенной комиссии он выражал интересы зажиточной части крестьянства, а также населения трех соседних уездов Пустозерского, Мизенского и Кеврольского. Он принял самое активное участие в работе комиссии. Он не только участвовал в обсуждении крестьянских наказов, но и был автором собственных записок и проектов, значительно расширявших и дополнявших эти крестьянские наказы. Иван Андреевич предлагал снять для крестьян ограничения на рубку леса и на охоту. Он требовал снизить подушную подать, выплачиваемую общиной за престарелых и уже умерших крестьян. Дело в том, что ревизские сказки, это переписи населения, необходимые для определения размера подушной подати, собирались не постоянно, а в среднем раз в 10 лет. И человек уже успевал умереть, но по спискам предыдущей ревизии он считался все еще живым и, следовательно, вся волость должна была по-прежнему уплачивать за этого скончавшегося крестьянина налоги. Так вот, он предложил отменить подушную подать или снизить ее для умерших крестьян. Он требовал разрешить свободно торговать крестьянам в городах, разрешить им записываться в купцы, избираться в органы городского самоуправления. Был против принудительного труда крестьян на мануфактурах. Также он призывал узаконить статус и наделить правовыми полномочиями ненецких старшин. Предлагал разработать основы законодательства о помощи инвалидам и сиротам, то есть стоял в основе создания системы социального обеспечения. После распуска Уложенной комиссии в 1768 году он жил и умер в полной безвестности. Своих депутатов в Уложенную комиссию направили и жители города Архангельска. Их депутатам в составе Уложенной комиссии стал знаменитый архангельский купец Николай Алексеевич Свешников. Он представил на рассмотрение комиссии наказ жителей города Архангельска в Екатерининскую законодательную комиссию. Так официально назывался этот документ. Основным автором текста наказа являлся еще один архангельский предприниматель и выдающийся деятель эпохи просвещения на севере Александр Иванович Фомин. Какие предложения содержались в наказе жителей города Архангельска? Они предлагали позаботиться о росте численности населения города и Архангелогородского уезда, потому что это позволило бы расширить рынок сбыта для местных товаров. Они предлагали отменить государственную монополию на сальный промысел и на смола курения, что дало бы купцам возможность зарабатывать на экспорте этих важнейших товаров с территории российского государства. Они предлагали упростить юридические процедуры, связанные со строительством судов, что позволило бы купцам создавать собственный торговый флот. Предлагали снизить налоги для купцов. Освободить их от исполнения многочисленных почетных общественных, но, к сожалению, неоплачиваемых должностей. В результате у купцов появилось бы больше времени для занятий торговли. Они предлагали запретить иностранным купцам, а также крестьянам, торговать в городах в розницу, что позволило бы русскому купечеству устранить двух очень серьезных конкурентов. Они предлагали создать в городах начальные школы, а также специальные учебные заведения, рассчитанные на будущих купцов. Потому что именно из-за малограмотности, из-за невладения русских предпринимателей иностранными купцами, внешняя торговля, в частности через Архангельский порт, долгие годы тормозилась. Точно так же, как крестьянский депутат Чупров Николай Алексеевич Свешников тоже активно участвовал в работе уложенной комиссии. Он выступал за максимальное освобождение городского населения от возложенных на него общественных повинностей. Его пожелания, к сожалению, не нашли поддержки у других членов комиссии, но были в последующем использованы Екатериной Второй при составлении в 1785 году жалованной грамоты городам. Так что мы не можем с вами сказать, что работа этого депутата от города Архангельска закончилась в Туне. Не менее важным мероприятием стала новая губернская реформа на Севере. Петровское административно-территориальное деление, введенное в 1708 году и слегка откорректированное в 1717-1719 годах, оказалось очень громоздким и страшно неудобным. Россия была слишком большим государством для того, чтобы разделить его всего на 8 губерний. Самая гигантская губерния Сибирская простиралась от европейской части России до Тихого побережья Тихого океана, а центром управления был город Иркутск, который даже не был связан дорогами постоянными с остальной частью России. Не лучше обстояли дела и на европейском севере России. Управлять такой гигантской архангелогородской губернией было страшно неудобно. Губернатор даже не успевал за срок своих полномочий объехать всю территорию вверенной его попечению губернии. Поэтому 25 января по старому стилю, 5 февраля по новому стилю 1780 года была проведена новая губернская реформа на севере. Было образовано огромное Вологодское наместничество, изначально оно называлось Вологодской губернией, в которой вошли три области, в том числе Архангельская область и Великоустюшская область. Во главе этого Вологодского наместничества был поставлен генерал-губернатор. Эту должность занял видный вельможа екатерининских времен Алексей Петрович Мельгунов. Генерал-губернатор обладал всей административной, полицейской, военной властью на территории своего наместничества. Он отвечал за обеспечение государственной безопасности, мог приостанавливать судебные решения и апеллировать по ним в Сенат. Генерал-губернатор мог напрямую обращаться к императрицу, мог присутствовать на заседаниях Сената и тем самым мог влиять на принятие Сенатом его решений. В рамках губернской реформе в Вологодской, Великоустюшской и Архангельской областях были образованы новые уезды, центрами которых стали населенные пункты, получившие статус города. На территории нашей области это Пиннига, Онега, Мизень, Вельск и Красноборск. Однако очень скоро стало понятно, что такая территория тоже является слишком обширной и слабо управляемой. Поэтому 26 марта 1784 года Архангельская область была выделена из состава Вологодского наместничества в самостоятельное Архангельское наместничество во главе с правителем наместничества. А начиная с 12 декабря 1796 года Архангельское наместничество было переименовано в Архангельскую губернию. Так вот первым правителем Архангельской области, а затем и Архангельского наместничества стал Иван Романович Ливин, портрет которого вы видите на этом слайде. При правителе наместничества действовало губернское правление, изначально оно называлось областным правлением, члены которого назначались сенатом. Казенная палата наместничества ведала финансами, государственным имуществом и строительством. Ей подчинялись также все уездные казначейства. Посмотрим, как на карте изменилось административно-территориальное деление севера. Вот таким оно было в первой половине 18 века. Мы видим с вами Санкт-Петербургскую губернию, состав которой входил весь запад нынешней Архангельской области, и гигантскую Архангелогородскую губернию, куда входила вся остальная часть территории нынешней Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Итак, что у нас изменилось? Мы видим, что вся эта территория оказалась разделена между тремя крупными наместничествами. Архангельское наместничество с центром в городе Архангельске. Территория наместничества была разделена на шесть уездов. В связи с этим каждый уездный город должен был получить свой собственный герб. Свои гербы получили город Кола, центр Кольского уезда, город Онега, центр Онежского уезда, город Красноборск получил в Вологодском наместничестве Мизень, Пинега, Холмогоры, Шенкурск, ну и уездным центром, так сказать, столичного Архангельского уезда должен был стать город Архангельск, герб которого был официально утвержден Екатериной Второй в 1780 году. Затем появилось Вологодское наместничество, которое тоже делилось на уезды. Мы видим с вами на карте не только герб губернского города Вологды, но также герб Вельска, Соли Вычегодской, герб Красноборска, мы видим с вами герб Великого Устюга и других уездных центров на территории Вологодского наместничества. И появилось наместничество Олоницкое, в состав которого входили Пудожский и Каргопольские уезды, территория которых частично входит в состав нынешней Архангельской области. Указ императрицы Екатерины Второй об учреждении Вологодской губернии и о переименовании некоторых селений городами, подписанной в 1780 году. Всемилостивишь и повелеваем нашему действительному тайному советнику, Ярославскому и Вологодскому генерал-губернатору Мельгунову. В следующем июне месяце сего года равномерно исполнить и Вологодской губернии, составя сие новое наместничество по приложенному при сём расписанию в рассуждении пространства губернии из трёх областей или провинций, то есть Вологодской, Великоустюжской и Архангельской, состоящих из 19 уездов. В первой быть губернскому, а в последних двух областным правлениям. Все сии области составят из следующих городов с их уездами, а именно к Вологодской принадлежать будут пять городов – Вологда, Тотьма, Вельск, Грязовец и Катников, к Великоустюжской – семь, Устюг Великий, Сольвачегодская, Яринск, Лальск, Никольск, Красноборск и Уст-Сисольск, к Архангельской – семь, Архангельск, Шенкурск, Пинега, Мизень, Кола, Онега. И какое селение генерал-губернатор по лучшей надобности назначит быть городом, вследствие чего все те селения, в коих городам быть назначено, переименовать городами. Итак, какие населённые пункты получили статус города и уездного центра? В Вологодской области – Вельский посад, село Грязевицы, оно стало именоваться городом Грязовец, деревня Катниковская, Великоустюжской области – Лальский и Красноборский посады, Никольская слобода, село Усть-Сысола, в Архангельской области – село Пинега и Усть-Янская, оно получило название город Онега, а также Окладниково и Кузнецово-Слободы – они были объединены в город Мизень. Город Пустозерск утратил статус уездного центра, а сам Пустозерский уезд был присоединён к соседнему Мизенскому уезду. Используя текст указа и карту, мы можем с вами назвать, какой именно город генерал-губернатор назначил также быть городом. В тексте указа были пропущены холмогоры, состоявшие до этого из пяти посадов. Ранее они были центром околопосадной и Великопинежской трети Двинского уезда, а теперь стали уездным городом самостоятельного холмогорского уезда. Ну и почему же в 1784 году всё-таки были разделены между собой Архангельское и Вологодское наместничества? Административно-территориальное деление Севера оказалось нежизнеспособным. Территория Вологодской губернии была слишком обширна, а сам губернский центр был расположен на его южной окраине. Управлять северными окраинами генерал-губернатору было не слишком удобно. Именно поэтому в 1784 году земли, расположенные в бассейнах рек Суханы и Вычигды, были объединены между собой Вологодское наместничество, а те земли, которые находились ближе к Архангельску, в отдельное Архангельское наместничество. В рамках губернской реформы в 1784 году был сформирован и Архангельский приказ общественного презрения. В его ведении находились народные школы, медицинские и благотворительные учреждения. В 1784 году в Соломболе было открыто первое благотворительное заведение. Оно называлось Елизаветинская богодельня и предназначалось для вдов морских служителей. Вначале она содержалась на средства, отчисляемые из заработка портовых служащих, а затем уже на средства самого Архангельского порта. В 1786 году была открыта и мужская богодельня приказа общественного презрения, рассчитанная на 54 человека. В том же 1786 году открылась и больница приказа общественного презрения, рассчитанная на 28 коек. В том числе половина коек предназначалась для неимущих больных, которых лечили абсолютно бесплатно. Кроме непосредственного лечения, эта больница выполняла еще одну важную функцию. Именно в ней осуществлялось прививание местного населения от оспы. До открытия этой больницы единственным профессиональным медицинским учреждением Архангельска был морской госпиталь в Соломболе, открытый еще в 1734 году. Он не только занимался лечением моряков и работников судоверфи, но и готовил также судовых лекарей. Кроме того, в Архангельске существовало и две аптеки. К сожалению, здание, в котором изначально находилась больница приказа общественного презрения, не сохранилось до наших дней. Сохранилось лишь здание больницы, которое действовало с 1882 года. Мы видим его на данной фотографии. Очень важную роль играло сельское хозяйство во второй половине 18 века. Во второй половине 18 века в сельском хозяйстве было отмечено увеличение количества деревень и их постепенное укропнение. Если в начале 18 века в среднем на деревню приходилось пять дворов, то к концу 18 века их число возросло уже до восьми. На побережье Белого моря число дворов в деревнях было значительно больше. В Архангельском уезде в 3,5 раза, а в Вунежском уезде в 2,7 раза больше, чем в абсолютно сухопутном Холмогорском уезде. Чем это было вызвано? Это было вызвано тем, что для развития судостроения и для ведения рыбных и морских промыслов требовалось гораздо большее количество рабочих рук, чем для ведения традиционного сельского хозяйства. Поэтому и деревни становились значительно крупнее. Какие сельскохозяйственные культуры возделывались на севере? Это очень во многом зависело от природно-климатических условий. Так в Архангельском и Мизенском уездах 76-96 процентов всей пашни засеивалось ячменем, а все остальное рожью. А в расположенном значительно южнее Холмогорском уезде под рожь отводили уже 23 процента. В Шенкурском уезде, который расположен еще южнее, рожь занимала уже 43 процента всех посадок, а овес 38,5 процентов. На ячмень выделяли только 18 с небольшим процентов всей земли. Крестьянские хозяйства были в достаточной степени обеспечены скотом. В конце 18 века в среднем на один двор приходилось уже одна лошадь, две коровы и две с половиной овцы. При низкой урожайности и при неблагоприятном для земледелия климате, для того, чтобы прокормить свою семью и заплатить все государственные подати, крестьяне были вынуждены заниматься промыслами, характер которых также зависел от местоположения уезда. Многие малоземельные и безземельные крестьяне направлялись в отхожие промыслы, становились отходниками. Они работали на судоверфях, лесопильных заводах, нанимались на морские промысловые суда, уходили на заработку в Москву и в Санкт-Петербург. Об изменениях в северной деревне писали в своих заметках знаменитые русские путешественники второй половины 18 века. Они скрупулезно записывали основные занятия населения, виды возделываемых сельскохозяйственных культур от уезда к уезду. До наших дней сохранились описания Петра Ивановича Челищева. Он проехал всю территорию севера в 1791 году и оставил очень ценные описания, не сколько этнографического, сколько экономического свойства. Вот что Петр Иванович писал об Онежском уезде. В Онежском уезде, хотя и имеют хлебопашество ржи и ячменя, но по суровости холодного климата в самую урожайную пору рожь родится сам пят, а ячмень сам шест. То есть на каждую единицу посеянного зерна выращивается в пять в шесть раз больше единиц. Но такие урожайные годы бывают очень редко. Почему они на продовольствие своих семейств покупают рожь и ячмень по дорогой цене у купцов города Архангельска? На покупку же хлеба и на оплату казенных податей зарабатывают деньги разными промыслами и рукоделиями. Строением больших и малых мореходных судов, карбосов и лодок, вязанием для ловли в реках и озерах рыб разной величины сетей, ездят достаточно на своих судах для рыбного промысла и бьют морских зверей. А осенью сетями ловят в заливах Белого моря семгу и тюленей, а в прочее время ловят сетями же сельдей. И все это продают купцам города Архангельска и на иностранные, приходящие городу Онегизотесом, корабли. А которые живут в отдаленности от Белого моря, те имеют иконописное, серебряное, резное, столярное, плотническое, укладное, кузнечное, чоботное, портное, слюдяное, кожевенное и скорняжное ремесло. Стреляют в своих лесах зверей, которых кожа и сало продают в своем городе Онеге, а некоторые отвозят в город Архангельск. А иные, нанимаясь, ездят работниками на купеческих мореходных судах для промысла морских зверей и рыб. Другие же для работ с плакатными паспортами от домов своих отлучаются в Санкт-Петербург, Москву и другие губернские города. Какие наблюдения мы можем с вами сделать по прочтению этого отрывка? Как автор характеризует развитие сельского хозяйства и территории уезда? Как население компенсировало низкую урожайность? Мы видим, что в связи с холодным климатом урожайность ржи и ячменя была очень низкой. Это вынуждало крестьян покупать хлеб у архангельских купцов. А для покупки хлеба и уплаты податей крестьянам приходилось зарабатывать деньги различными видами промыслов. Какие промыслы были характерны для крестьян прибрежных территорий? Они занимались строительством судов, вязанием сетей, рыболовством и морским промыслом. Добытую рыбу, жир и кожу морских животных они продавали архангельским и иностранным купцам. А какими промыслами и ремеслами были заняты крестьяне глубинных, удаленных от моря территорий? И что такое отходничество? Эти крестьяне занимались охотой, промыслами, связанными с переработкой местных ресурсов. Это были железоделательные, кузнечное, столярное, плотницкое, обувное, кожовенное, скорняжное ремесло. Также занимались художественными промыслами, иконопись, ювелирное искусство. И в связи с нехваткой денег многие крестьяне были вынуждены наниматься работниками, либо на морские промыслы, уходить на заработки в Санкт-Петербург, Москву и другие губернские центры. Это и есть отходничество. Чем они там занимались? Они работали на металлургических заводах, работали на судоверфях, занимались извозом, солеварением, лесопилением, ткачеством, придением, кожевенным производством и другими неземледельческими промыслами. Ну и посмотрим для сравнения, о какие записи оставил Петр Иванович о Красноборском уезде Вологодского наместничества. Все живущие в Красноборском уезде крестьяне имеют достаточное хлебопашество и сеют вырастающий в их округе хлеб. Рожь, ячмень, овес, пшеницу, горох, коноплю, репу и лен. Лучше и прибыльнее у них земля родит рожь и ячмень. Ржи от одного посеянного четверяка вымолачивают от 10 до 12 четверяков, ячменя от 6 до 8 четверяков, овса от 3 до 4 четверяков, пшеницы от 2 до 4 четверяков, гороха в редкие годы 3 и 4 четверяка, но и то весьма мелкий и черный, а в иные годы и семян не вымолачивают. Сеянная в полях репа родится довольно обильно, только некрупная. Огородных овощей, кроме крупной капусты и мелкого лука, по причине неурожая, никаких не садят. Льна с одного посеянного четверяка бывает от 2,5 до 4 пудов, из которого женщины придут и красят пряжу для пестридиных и полосатых полотен. Остающийся жилен продают по условиям и контрактам, заключенных с архангельскими купцами на ярмарках. Также и пеньку с говяжьим салом и хлебом отвозят на каюках по тем же контрактам в Архангельск. Некоторые мастеровые и проворные из крестьян отлучаются на заработки в Санкт-Петербург, Архангельск и Петрозаводск. Для продажи в Архангельске некоторые, а не все, гонят смолу только понемногу. Бьют из ружей зверей, птиц, от этих промыслов и рукоделий живут посредственно, скота держат понемногу. Постройки, избы без труб, черные и чистоты, как в избах, так и во дворах не наблюдаются. Вот такие наблюдения сделал Петр Иванович, посещая территорию Красноборского уезда. Какие выводы мы можем сделать с вами из этого документа? В чем отличие земледелия в Красноборском уезде от аналогичного земледелия в Онежском уезде? Мы видим, что местный климат был более благоприятен для земледелия, поэтому помимо ржи и ячменя, здесь выращивают дополнительно овес, пшеницу, огородные овощи и даже технические культуры, такие как конопля и лен. Урожайность здесь была в два раза выше, чем в Онежском уезде, поэтому достаток у крестьян от занятия сельским хозяйством был значительно выше, чем у уроженцев Онежского уезда. Какие промыслы крестьянского населения были характерны для Красноборского уезда? Наиболее развитыми были промыслы, связанные с обработкой льна – это придение, окрашивание пряжи. Излишки льна, сала и хлеба, а также пеньку отправляли на архангельскую ярмарку. Производство при этом носило уже товарный характер, то есть практиковалось за благовременные заключения с купцами контрактов на продажу части будущего урожая. Также местное население занималось охотой и смолокурением. Часть крестьян, мы видим, точно так же, как и в Онежском уезде, уходила на заработки в Санкт-Петербург, Архангельск и Петрозаводск. Только количество таких крестьян было значительно меньше, чем в Онежском уезде. Какие общие черты и какие различия в промысловой деятельности при сравнении двух уездов мы можем с вами увидеть? Общими чертами было то, что ремесла и промыслы существенно дополняли у крестьян занятия сельским хозяйством. Были очень распространены отхожие промыслы. Ну а различия заключались в том, что виды промыслов напрямую зависели от климата и наличных местных ресурсов. В Онежском уезде доля населения, занятого отхожими и морскими промыслами, была значительно выше, чем в Красноборском уезде. Зато в Красноборском уезде более развитая была товарность хозяйства. Ну и в целом мы видим, что промыслы во второй половине 18 века получили весьма серьезное развитие на территории Архангельского севера. Мы видим, что здесь появляются такие виды промыслов, как производство льна, промышленные лесозаготовки, мыловарение, соль для добыча, кустарная металлургия и кузнечное дело, домашнее производство холстов. Вдоль побережья Белого моря было развито поморское судостроение, то есть строительство традиционных для севера типов судов кочей и лодий. Также было развито смолокурение, промысел морского зверя, морское рыболовство и водный извозный промысел. Все эти виды промысла были расположены на территории трех северных наместничеств – Алодицкого, Вологодского и Архангельского наместничества. Высокими темпами во второй половине 18 века начинает развиваться и мануфактурная промышленность. Из всех видов неземледельческих занятий наибольшее количество северных крестьян участвовало в транспортировке товаров по рекам и по морю, а также в морских промыслах. Наряду с крестьянскими и купеческими мануфактурами по переработке льна, по добыче соли, по производству железа, пиломатериалов строились также казенные мануфактуры, обслуживающие ведущие отрасли промышленности нашего края, а именно судостроение и лесопиление. Крупнейшей судостроительной мануфактурой, точно так же, как и в первой половине 18 века, являлось Архангельское Адмиралтейство, расположенное на острове Соломбола. Его расцвет как раз и пришелся на вторую половину 18 века. В этот период времени на работах в Адмиралтействе было занято от 6 до 7 тысяч человек. Предприятие имело собственные сухие доки, крытые эллинги, кузнечные и литейные мастерские. Были достигнуты рекордные темпы строительства кораблей. К 80-м годам 18 века технология кораблестроения достигла такого совершенства, что от момента закладки на стапеле до спуска на воду линейного корабля проходила уже всего лишь 9-12 месяцев. Ну и мы можем посмотреть на этой таблице в сравнении с другими центрами судостроения Российской империи. В период с 1762 по 1782 год в Архангельске было спущено на воду 32 линейных корабля и 13 фрегатов. Для сравнения, на Балтике за это же время построили 19 линейных и 6 фрегатов, а на Черном море только один линейный корабль и 14 фрегатов. В период с 1783 по 1796 год в Архангельске построили 13 линейных кораблей и 16 фрегатов. На Балтике только 10 линейных кораблей, на Черном море 9 линейных кораблей и 7 фрегатов. Общее соотношение по всему 18 веку мы видим с вами 80 линейных кораблей в Архангельске, 42 фрегата в Архангельске. Для сравнения, на Балтийском море 49 линейных кораблей и 6 фрегатов, а на Черном море только 10 и 21 корабль соответственно. Благодаря чему удалось достигнуть таких высоких темпов в кораблестроении? Посмотрим на еще один исторический документ. Предписание Государственной Адмиралтейской коллегии о порядке строительства кораблей на Архангелгородском Адмиралтействе. Производить строительство кораблей у города Архангельского следующим образом. Первое. Заготовить ныне лес в удобное время и привести городу Архангельскому в расчете на один линейный корабль, на один фрегат и один пинг, которые начать строить, как будет велено коллегии. Второе. Как скоро будет начато их строение, то запасать леса на такое же количество кораблей, чтобы они всегда были готовы на это число судов, приходя к постройке не сырыми, но такими, как того требует искусство и прочность кораблей. Третье. Поэтому должно быть начато и заготовка прочих материалов и припасов. Четвертое. Корабли строить кроме самых новых, заложенных по прежней пропорции, чтобы все корабли, близкое сходство имея, не различались и в ходе под парусами. И пятое. Провиант иметь всегда положенное количество по регламенту, помимо находящихся здесь постоянно адмиралтейских служащих, на комплект флотских служащих, которые будут присланы туда для припровождения этих судов. Адмиралтейская коллегия может издавать необходимые распоряжения как о порядке подряде, так и о хранении лесов, а также о заготовке материалов, припасов и провианта, также о завозе туда артиллерии со снарядами для нее, чтобы архангелогородское адмиралтейство всегда было заблаговременно снабжаемо всем необходимым по вышеуказанному положению. Что дает нам анализ этого документа? Как была регламентирована заготовка леса для нужд адмиралтейства? Мы видим с вами, что заготовку леса предписывалось проводить заблаговременно. Из расчета сразу на три корабля – один линейный, один фрегат и один пинг. И по мере строительства требовалось восполнять запас леса, чтобы древесина успевала просохнуть. Аналогично поступали и с другими расходными материалами, необходимыми для строительства корабля – канаты, паруса, железо. Адмиралтейство выпускало также и распоряжение о сбережении лесов. Зачем в пункте 4 предписывалось строить все корабли по одной пропорции? Какие выгоды это давало судоверфи, а какие флоту? Унификация типов и размеров кораблей существенно облегчала их постройку на верфи, потому что позволяла унифицировать и удешевить производство деталей для судна. Для флота же унификация облегчала управление эскадрами в походе и в бою, потому что достигалась одинаковая скорость хода, одинаковое вооружение, одинаковое предназначение кораблей, а также это удешевляло ремонт и обслуживание кораблей на базах флота. Ну и как отразилось издание данного предписания на работе Архангельского адмиралтейства? Часть деталей, необходимых для строительства кораблей, теперь изготавливалась непосредственно в самом лесу, что значительно облегчало их транспортировку в Архангельск. Было организовано непрерывное снабжение судоверфи лесом и другими расходными материалами, а следовательно ускорены темпы строительства, снижена стоимость каждого конкретного корабля. Не случайно поэтому, как мы видели с вами в предыдущей таблице, в 1760-1790-х годах в Архангельске было построено 45 линейных кораблей и 29 фрегатов, что составило 53,5% всех линейных и почти 52% от всех фрегатов русского императорского военного флота. Достаточно успешно на севере будет развиваться внешняя и внутренняя торговля. Император Петр III своим указом от 28 марта 1762 года окончательно уравнял Архангельск в торговых правах с Санкт-Петербургом. Сменившая его на престоле в результате дворцового переворота Екатерина II 31 июля 1762 года подтвердила указ своего мужа. В результате внешнеторговый оборот Архангельского порта начал стремительно расти. Но все же показателей начала XVIII века он так и не достиг. Обратим внимание с вами на эту диаграмму. Она представляет интенсивность работы трех важнейших внешнеторговых портов Российской империи во второй половине XVIII века. Слева мы видим с вами Санкт-Петербургский порт, в середине – Ригу и справа – Архангельск. Мы видим с вами рекордные не только объемы товара оборота по экспорту и импорту в Санкт-Петербурге, но мы видим также стремительный рост по экспоненте этого торгового оборота. Примерно такая же ситуация, но в более скромных размерах, была достигнута в работе Рижского порта. По сравнению с ними Архангельский порт кажется абсолютно нединамичным. Объемы импорта оставались, например, на одних и тех же значениях. Экспортный оборот постепенно увеличивался, но не мог сравняться даже с экспортными оборотами Рижского порта. То есть Архангельск не смог к концу XVIII века дать же выйти на положение второго порта российского государства. На что еще нужно обратить внимание? Во второй половине XVIII века российское правительство проводило последовательную протекционистскую политику. Повышались таможенные пошлины на иностранные товары, которые имели русские аналоги. Снижались пошлины на импортное сырье, необходимое для работы наших российских мануфактур. Снижали пошлины на хлопок, на сахар-сырец. Поощрялся вывоз готовых изделий, а не сырья. Все это отразилось и на торговле через северные порты. Главными предметами экспорта теперь становятся пенька, лен, льняные ткани, железо, кожи, лес. Значительно вырос и экспорт хлеба через Архангельск. В импорте же по-прежнему преобладали сахар, сукно, красители, шелк, фрукты, кофе и вино. Но произошло и перераспределение важнейших торговых партнеров Архангельска. Доля Голландии снизилась до 33%, зато значительно вырос вклад в торговлю немецких портов государств. Это Гамбург, Бремен и Любек. На них теперь приходилось треть всего экспорта через Архангельск. И выросла доля Великобритании до 27%. К концу 18 века 83% всего торгового оборота приходилось уже на российских купцов. Однако большинство из них на самом деле были натурализировавшимся иностранцами. Они приняли русское подданство, поскольку это давало им серьезные налоговые льготы. Доля же, собственно, русских купцов, занимавшихся внешней торговлей, напротив, снизилась с 50% до 38%. Но, тем не менее, некоторые северные купцы в конце 18 века предпринимали попытки расширить свой бизнес далеко за пределы региона. Так, архангельский купец Алексей Иванович Попов первым из наших земляков начал вести торговлю с Англией без посредников с использованием своих собственных кораблей. Наши земляки проявили себя и на американском континенте. Так, каргопольский купец Александр Андреевич Баранов в 1780 году сначала переехал в Иркутск, а в 1790-1799 годах он возглавлял северо-восточную компанию, занимавшуюся пушным промыслом у берегов Аляски и на Алиутских островах. Он же стал и первым главным правителем Русской Америки. Поэтому в американском городе Ситха был установлен памятник нашему земляку Александру Андреевичу Баранову. Но все же, несмотря на успехи экономики Архангельского Севера, из 200 тысяч населения региона 97% по-прежнему составляли крестьяне. А в крупнейшем городе края Архангельске проживало к концу XVIII века всего-навсего 12 тысяч человек. Подводя итоги нашей сегодняшней лекции, мы можем сделать следующие выводы. Какие же новые черты проявились в жизни Архангельского Севера во второй половине XVIII века? Во-первых, в результате секуляризации церковных земель на Севере появилась новая категория населения – экономические крестьяне, которые были лично свободны, но платили повышенную подать. Во-вторых, генеральное межевание, проведенное в Вологодской и Олоницкой губерниях, позволило установить границы земельных владений, определить права собственности на них. Это дало властям информацию об экономике региона. В-третьих, депутаты от Архангельского Севера приняли активное участие в работе уложенной комиссии, внесли предложения, которые были затем учтены властями при проведении дальнейших реформ. В-четвертых, в ходе губернтской реформы неоднократно менялось административно-территориальное устройство нашего края. Сначала появилась Архангельская область в 1780 году, затем Архангельское наместничество в 1784 году, и, наконец, Архангельская губерния в 1796 году. Появился и приказ общественного презрения, отвечавший за народное образование и здравоохранение на Архангельском Севере. И, наконец, во второй половине 18 века развиваются товарно-денежные отношения в деревне, растет мануфактурное производство, выросли объемы внешней и внутренней торговли. На город Архангельск приходится теперь 10% российского экспорта. Спасибо большое за ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова